Список волонтеров будет утвержден в начале 2017 года. В марте для них стартуют специальные обучающие курсы для работы на Кубке Конфедерации. Подано по всей России более 100 тысяч заявок, а в Сочи около 6 тысяч. С 1 июня любой желающий со всей России подавал заявку на волонтера Чемпионата мира по футболу. Он прошел тесты, прошел тест английского языка. И сейчас мы всех этих кандидатов с 7 сентября начинаем приглашать в наш волонтерский центр, Сочиский госуниверситет по улице Плацунская, 94, для прохождения процедуры интервью. Тестируют кандидатов сотрудники волонтерского центра СГУ, которые прошли специальное обучение. Все интервью проводится по методике, разработанной профессионалами в области отбора персонала. Кандидат отвечает на вопросы, в ходе чего определяется его стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность. Ряд вопросов на английском языке, чтобы отвечающий смог подтвердить заявленный во время онлайн-теста уровень знаний. Я волонтер уже с опытом, то есть я работала до Олимпиады на тестовых соревнованиях здесь в Сочи. Соответственно, это уже стиль жизни, поэтому я пришла продолжить испытать что-то новое на сей раз футбол. Не обойтись и на этот раз без волонтеров серебряного возраста. Ольга Колонова не пропустила ни одно важное мероприятие, проходящее в Сочи. Олимпиада, Паралимпиада, Формула-1, регата больших парусников и всемирные хоровые игры. Не раздумывая, заполнила анкету. Будучи волонтером, и такое мероприятие проводится в нашем городе, вернее в России первый раз. Тем более в нашем городе, а остаться в стороне, как-то это не для меня. Те, кто получат максимальные баллы, по оценке экспертов, имеют все шансы стать лидерами команды волонтеров на чемпионате мира 2018. Елена Всец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Субтитры создавал DimaTorzok